И, значит, мы берем из этого явка карлонов, мы выделяем эти автозаймы, автокредиты, прошу прощения, более верно, мы выделяем эти автокредиты в отдельный пул и продаем его в SPV, Special Purpose Vehicle, которое, как правило, инкорпорировано в Сингапуре, не в Сингапуре, прошу прощения, в Люксембурге или в Ирландии. Соответственно, эта SPV выпускает под обеспечение вот этих активов, под обеспечение именно этого портфеля на 200-300 миллионов долларов, обычно меньше не делают, потому что транзакционные косметики достаточно высокие. Но не весь актив, то есть какой-то определенный актив, собранный по определенным параметрам. Они выпускают ноты, ну, это типа бандов, долговые обязательства, которые раскупают институционные инвестфонды. Это норвежские пенсионные фонды, там, японская почта и прочее, у кого очень много кэша, и на депозитах хранить его невыгодно. Соответственно, они раскупают транши этих ценных бумаг, а банк, который выдал эти кредиты, продолжает их обслушивать, то есть он остается сервисным агентом. Вы как приходили платить за свой, там, Infinity, Lexus, Mercedes, неважно, вы так продолжаете приходить отдавать честно заработанные деньги банку, банк продолжает их процессе, только перечисляет их, ну, там, PPP, Principal Paying Agent, либо ежедневные, дешмесячные, неважно, структурированная, чем какая детальная история, он перечисляет их в SPV-шку, и SPV-шка уже потом эти receivables уже отправляет конкретный инвестор. Преимущество для банка какое? Вот представьте, у банка лежит ярд вот этих мертвых денег, это его обязательства, это его, как бы, даже активы. Он собирает их по очень-очень маленькому количеству, с огромного количества заемщиков. То есть это, как бы, один огромный мешок зерна, который когда-то всем был уроздан, и все приносят по зернышку раз в месяц. Это, как бы, хорошо, это банкский бизнес, но есть такая замечательная история, как секретизация, которая может превратить одномоментно определенные зерна из этого мешка в ликвидный оттек и продательный. Банк сразу же получает деньги, он не ждет 5-10 лет, пока вы платите свою ипотеку или расплатитесь по своей дорогой машине. Он сразу получает 200-300 миллионов долларов себе на баланс. И по определенному мультипликатору, там в России, я не знаю, сейчас 2,7-2,4, в Европе очень повыше, он запускает их в оборот, дальше выдает кредит и, соответственно, получает большую прибыль на свой капитал. Еще есть очень большое преимущество капривов. По второму базарю каждый банк должен иметь 8% своих активов, 8% резерва на свои активы. Соответственно, в Европе у нас чаще всего не было сенсором, когда активы передавались с балансом на баланс. В Европе, когда есть синтетическую секвертизацию, там главная задача была капиталить, то есть освободить эти 8% по второму базе. То есть банк может продать не только пул на 300 миллионов долларов, но еще 8% на 300 миллионов долларов, и тоже пустить в оборот по тому же мультипликатору. Это и есть секвертизация, то есть превращение какого-то вполне живого, вполне хорошего актива с определенным приемлемым уровнем дефолта в ценную бумагу, которая очень легко торгуется. Собственно, это и есть структурированное финансирование, это и есть секвертизация. Токенизация – это следующая технологическая ступень, которая позволяет проделать все те же самые фокусы, но с гораздо большим спектром активов, с гораздо более простым уровнем доступа к этой сделке самой, потому что не нужно быть крупным оригинатором, а банк или какое-то учреждение, которое проводит такую сделку, его называют оригинатором, потому что это очень большая структура, как Хипфер, Рейнсбанк, ВТП, Сбер, очень-очень большой. Здесь токенизировать свой актив и превратить его в ликвидную единицу, свободно торгуемую, может практически кто угоден. Это раз. Второе ключевое преимущество, что доступ к этому токенизированному активу получает абсолютно кто угодно. Это не должен быть какой-нибудь инвестор, это не должен быть инвестор, который знает, на какой ОТС площадке пойти купить этих банков, там, на ярдолго, на столь банков, потому что сделать толку, зарегистрироваться на кракене, на полонию и накупить себе этих токенов. Ключевое преимущество токенизации, как структурируемого финансового продукта, в том, что здесь мы берем достаточно высокотехнологический, юридический и экономический продукт, как секретизация, посыпаем его волшебной пыльцой технологий, и у нас получается гораздо более простой, доступный и быстрый продукт, потому что токенизировать активы можно не сопоставимо быстрее. Я, когда работал в юридической фирме, сделка занимала порядка 3-6 месяцев, ну, как правило, стремилась до 6. И физи-юристов были там порядка 300 минимум тысяч долларов, иногда доходить до миллиона, в зависимости от объема сделки. Соответственно, правящие деньги аудиторы, компании, которые уставляли рейтинг этим аффлекациям, там огромное количество долларов. Вот среди шушеры, которые проводили эту сделку с токенизацией на фанатике нужны. Соответственно, секретизация традиционной путь ликвидности, причем традиционной, это Игорь написал, не я написал. Вот это не самый традиционный, я вам скажу, достаточно тяжелый и проблемный путь, не так просто попасть в пул участников этого всего процесса. А вот через блокчейн, через токенизацию можно делать это несобственностью. Игорь, тебе слово. Спасибо большое за лекцию по секретизации. Узнал сам много нового. Коллеги, добрый день. Продолжим. Собственно, все в мире, так или иначе, если посмотреть, относительно неликвидно. То есть из-за этого появился таблицы трейдинг, потому что некоторые люди считали, что даже торговля акциями не настолько ликвидна. Вот, это табличка, которую я нашел в одном из отчетов Блэкстоуна, который так и назывался. Private Capital. И возможности заработать на неликвидных активах. Вот, собственно, сейчас, если посмотреть на этот график, вы понимаете, что торгуются акции, settlement происходит за секунды, банды торгуются, облигации в течение дня, муниципальные банды до полугода. Если посмотреть на private equity, то это уже годы. Real estate может задерживаться на балансе до 10 лет или даже больше. Это структурный проект, десятки лет, произведение искусства до сотни лет. И, в принципе, текущий биткоин, многие говорят о том, что у крипта есть проблема, что она медленно закрывается, транзакция. На самом деле, она находится в левом краю, и она примерно закрывается, ну, чуть-чуть медленнее, чем акции, но быстрее, чем банды. То есть, не все так плохо, и уже текущая технология settlement и закрытия торгов в криптовалюте, они позволяют оцифровывать и получать преимущество по ликвидности для всего правого спектра. То есть, все, что находится, по сути, начинает с облигаций. Вот, в этом плане технология крипты, она уже готова к тому, чтобы на базе нее заниматься токенизацией. Собственно, технология, которую мы разрабатываем, или мы, по-другому, называем еще протоколом ликвидности, это комбинация, то, что называется BAS, Bank as a Service, и блокчейна. Вот, схематически, что это значит. Мы берем некий клиентский актив. Клиентский активом может быть, например, клиент, пришедший в банк за кредитом, вот, и которому, ну, например, возьмем просто банальную ипотеку, да, он пришел в банк за кредитом, ему кредит выдали, на балансе у банка осталась ипотечная бумага. Далее происходит токенизация этого актива, то есть, мы можем, не дожидаясь накопления портфеля до критической массы, а это от миллиарда до трех миллиардов рублей в России, мы можем, когда, при том, что это может быть всего один выданный кредит, мы можем уже его разметить и централизованно найти другие банки, где находится эта же бумага. И таким образом создать централизованный пул. Если вот учили квантовую физику, там есть такое правило, что среднее по времени равно среднему по ансамблю. Вот здесь именно эта ситуация. То есть у нас средняя по ансамблю, ансамблем являются все эти десятки, сотни банков, это примерно то же самое по качеству, что если бы мы ее ждали в одном банке, пока туда придет тысяча заемщиков. Вот. И далее мы, для того, чтобы оцифровать этот пул, мы используем провайдеры решения, финтех-компанию, как правило, мы работаем с third-party провайдерами. То есть это как раз элемент БАСа. Мы не претендуем на то, что все технологии мы сделаем сами, мы как раз активно их ищем по рынку, сортием и превращаем в смарт-контракты. Помимо этого нам нужен независимый эскровый агент. То есть зачастую, поскольку мы не передаем активы все на одну SPV-шку в случае крипты, нам нужен эскровый агент, который находился бы на территории самого банка, или на территории вот того оригинатора, с которым мы работаем. И далее бумага попадает, либо она становится апплигацией, попадает на публичную биржу, либо она становится смарт-контрактом и криптовалютой. То есть вплоть до того, что это может быть новая публичная криптовалюта, например, цифровое золото. В случае цифрового золота, здесь, соответственно, например, мы берем ломбард. Ломбард является оригинатором. Клиентский актив это золото, ломбард оригинатор. Технология, которая его оцепровывает, это некий спектральный анализ, который позволяет понять, что это золото, что он нависит столько-то. А эскровый агент это небольшой сейф, стоящий прямо в ломбарде, который это золото, собственно, гарантирует, что оно есть, и делает его аудит в реальном времени. И мы знаем, что золото лежит, вот оно есть в таком-то ломбарде, там есть это золото, и оно проверено. И вот и виртуальная криптовалюта, которая обеспечена этим золотом. Если золото из ломбарда достали, валюта, соответственно, ушла. Рынок огромный. Рынок подобных активов более 10 триллионов долларов. Вот только некоторые разновидности этих активов. Это, как я говорил, ценные металлы, то есть то же самое цифровое золото. Здесь, благодаря токенизации, естественно, металлические счета уже существуют, но данный инструмент, он добавляет ликвидности. Он это позволяет быстрее делать сейфлами, это восхлаждает значительную часть рынка. Ну, в принципе, делает его привлекательнее для инвесторов. Уменьшает спреды. Затем это национальные валюты, это разнообразные, ну, собственно, это то, что делает Ripple сейчас. То есть когда Ripple перевел, на Ripple переходят банки BBVA, японский банк для трансграничных переводов. Они используют их смарт-контракт. Деривативы. Глобальный кредитный разрыв существует на рынке малого бизнеса, на кредитах финансирования малого бизнеса. Крупнейший игрок в мире фандинг-серкл. Они уже выдали порядка полутора миллиардов фунтов стерлингов в кредитах малого бизнеса. В Британии есть закон, который обязует все банки, которые отказали кредите малого бизнеса, отдавать их заемщиков на три маркетплейса, прописанные в законе регулятором. В связи с чем у них процент отказов упал, и банки стараются удовлетворить кредиты малого бизнеса. Упал до 25%, и те, кому не отказали, это идет на площадке, которая в свою очередь уже френдируется такими компаниями, как фандинг-серкл, их инвесторы. Большая проблема – это малые банки, или то, что называется в России региональные банки, в США это называется комьюнити-банки, то есть банки, которые обслуживают небольшие какие-то локальные societies, локальные сообщества, районы, и у них нет бюджетов на большие IT-бюджетов, у них нет возможности подключать себе новые продукты, технологии. Они страдают от того, что если не выдали ипотеку или какой-либо кредит, им очень долго ждать, пока накопится портфель. Вот они остро нуждаются в подобных решениях, потому что у них нет ни технологической составляющей, ни возможности сразу накопить большой портфель. Собственно, из чего состоит банки? Банки состоят из трех элементов. Первый элемент, которым мы работаем уже полтора года, это банковская лаборатория и классическая финтех-лаборатория. Я раньше был вашим коллегой, работал в Сбербанке, и я возглавлял здесь инновационную лабораторию. И, собственно, этим я продолжил заниматься, это создавать лабораторию, на примере, похожую на то, что делает Rocket Internet или FingBip немецкий. То есть мы, по сути, нанимаем предпринимателей для того, чтобы создавать продукты. Со временем, по факту, эти продукты все являются технологически теми самыми токенизаторами, которые необходимы для получения активов. Второй элемент банкиx.co – это и есть так называемый криптоинвестбанк, по кавычках, или платформа для токенизации активов. То есть если есть технология, с одной стороны, дальше нужна юридическая обвязка для того, чтобы создать уже понятный ликвидный актив. Этим занимается банкиx.co. Это юридическая обвязка плюс private placement инвесторов. И третья составляющая, которую мы сейчас активно развиваем, это BrentX.org – это foundation или non-for-profit. Созданная для того, чтобы… Это как Linux Foundation, да, это просто какое-то большое сообщество, сейчас скажу кого, там четырех разных сторон рынка, призвано для того, чтобы этот рынок состоялся. Вот эта четвертая составляющая, она сейчас готовится к выпуску своей криптовалюты, на которой все вот эти члены этого foundation будут между собой общаться, то есть совершая контракт и платить ей за рынок. Вот. Это чуть подробнее про BankX Labs, Rocket Internet FinTech, я уже сказал, Nest Bank Foundation. Давайте я остановлюсь еще подробнее о участниках. Значит, кто участники комьюнити, которые мы строим, сообщество? Это, собственно, финтех-стартапы, технологии которых применимы для токенизации активов. То есть для того, чтобы отцифровать неликвидный актив и сделать его торговым. Второе. Это владельцы реальных активов. Это компании, люди. То есть, например, это не только просто какие-то ипотечные займы или недвижимость, это по-дотому, что сотрудники отделений, сидящие в отделениях, в данный конкретный момент, не имеющие ни загрузки. То есть их можно в этом случае им дать, например, мобильное приложение, и им попадет заказ, и они станут на какой-то момент финансовыми курьерами или перепродавцами другого страхового продукта. Например, они начнут продавать строковки для, соответственно, Сбера, в отделениях Сбера. Они начнут доставлять карты в дальние регионы. Выйдут из отделения, сядут в такси и поедут ее доставить. И так далее. Этот продукт мы уже запустили, называемый финдоставка. И, собственно, уже есть в ряде банков. Мы, в том числе, и вы же собираетесь пилотировать переварки. Третий элемент. Для владельцев финансовых активов это банки, управляющие активами, у которых есть, ну, например, малых банков, скорее, у которых есть неликвид. Затем это легал, юристы и биржи, собственно. Вот как это все объединено. То есть слева это владельцы активов, снизу это технологии, либо финансовые лаборатории, либо интернет вещей, бигдаты, искусственный интеллект. Сверху это юристы и, собственно, и шверы контрактов. То есть это могут быть классические инвестбанки, так и новые структуры, которые занимаются на крипторынке. Справа это биржи. Здесь как фондовые биржи, так и криптобиржи. Мы работаем уже, один из нас продуктов, который мы создали, он сделан для московской биржи. Мы являемся, в смысле, статус-организатор опционов на рынке денежном рынке и в базе для московской биржи. Что мы там делаем? Мы продукт, ну, по факту, на рынок мы его пока не вывели, потому что еще правильного партнера, но продукт уже готов. Он выводит на рынок депозиты, депозиты малого бизнеса, для того, чтобы они на бирже встретились с банками и в ходе стакана, в ходе торгов договорились о ставке, по которой малый бизнес разместит деньги в банках. То есть банки торгуются за деньги малого бизнеса. Они выставляют свои ставки. Кто выставит больший рейд, тот и получит их деньги. Этот продукт уже традиционный понятие для большого бизнеса, мы сделаем его доступным для малого. Так, краткий наш геншелс. Самое интересное, что мы стали 250 финансовых стартапов мира по рейтингу Financial IT Каннского издания, единственная в России в этом году. Вот это пример токенизации золота, о котором я говорил. В blockchain есть два наиболее известных подтверждения консенсуса. Это Proof of Mining и Proof of Stake. Proof of Work и Proof of Stake. Proof of Work – это значит, что нужно замайнить и доказать, что у тебя есть эта валюта, потому что ты ее добыл. Proof of Stake – потому что есть некий центробанк, который говорит, ну, внутренний центробанк, говорит, что вот я знаю, что у него есть эта валюта. Мы предлагаем здесь новую концепцию, это основная Internet of Things, Proof of Gold. Это и есть вот такой концепт ящика, который может стоять в ломбарде, сканировать и тут же складировать это золото. И, соответственно, выпускать при его складировании токен. Мы, собственно, одни из организаторов этого аукциона. Валюта этого проекта, она набрала за первые пять дней предразмещение в 100 тысяч долларов, коммитментов в таргет по ICO 15 миллионов. ICO – это и не шлухой нотферен, да, я даже сказал. То есть размещение валюты. Есть IPO, и не шлухой нотферен, как говорится, а ICO – это первичное размещение валюты. Это члены нашей команды, собственно, я, Виталий Дубинин. У нас много членов команды, они так или иначе связаны с банками, бывшие банкиры, и также с технорением. Ну, собственно, мы сейчас открываем офис и инкоперируемся в Сингапуре для этого ICO, и активно двигаем это фаундейшн штат, для того, чтобы работать с мировыми банками. Вопросы, если есть, поднимайте, пожалуйста, руку. Я буду микрофон подавать. Я буду микрофон подавать. Вдруг у нас трансляция идет? Он нас не услышит. А сложно в Сингапуре открывать Ирлицо? Для меня это просто актуальный вопрос на данный момент. Просто. Ирлицо открывать не сложно, сложно открывать, наверное, не стечется. А в чем сложность? Его не открывает Русс. У меня малышок раз гонял в Сингапур, и с полк мусора у нас с этой проблемой подходите, расскажу. Вопросы еще есть? Пожалуйста. Ребята, мы пришли разговаривать, поэтому задавайте вопросы. У вас проф оф голд. Есть ли вариант делать проф оф какие-нибудь еще вещи, тот же антиквариант, недвижимость и так далее? Да, на самом деле, объекты искусства – это очень интересная штука. Мы тут с одним моим знакомым обсуждаем уже эту историю. Потому что, помимо всего этого, все эти лихорадки вокруг хрипли, есть еще отдельный бизнес – это продажа лопат на ту лихорадку, поэтому мы консультируем налево и направо. Приходите к нам на хакатон. У нас, да, это же важно, мы не сказали про хакатон. У нас в фестехе хакатон в это воскресенье и понедельник, что важно. Обычно хакатоны проводят на выходные, мы нарочно, учитывая, что наша целевая аудитория банкиры, чтобы в понедельник они могли так законно отброситься после обеда и поехать на хакатон. Отвечая на хакатон, все работают в понедельник, ну, кроме меня, я в отпуске буду, но все работают, я в отпуске буду работать вместе с вами. Отвечая на ваш вопрос, можно. У нас даже есть потенциальный проект по токенизации залежей в недрах. Если говорить аллюзиями Ситникова, который все время придумал залог углеводородов в обороте, есть очень похожая система, только он придумал их в обороте, когда они уже добыты и в транспорте, и в трубе под давлением, а тут еще можно, пока они в недрах и не добыты. У меня продолжение тогда вопросов. То есть, если можно, допустим, такой же антиквавиат, он где-то хранится на складах, то туда также можно прикручивать еще страховку через блокчейн. Мы со страховщиками по блокчейну общаемся, я не очень понимаю, как можно прикрутить страховку по блокчейну. Отгражи, например, со склада? Не-не-не. Ну, страховку по блокчейну говорим о смарт-контрактах, просто автоматическое исполнение будет очень сложное здесь, потому что нужно оценку привести об икры искусства. И вообще, об икры искусства у них ликвидность как бы там 40, сейчас будет третий, вот второй у нас молодой человек у нас мальчики, а потом вы сразу. Ликвидность очень большая нескольких десятков лет. Я думаю, что с об икры. Есть пример, то есть я знаю, в принципе, как можно заложить, например, у вас висит там над камином дома Артин Рафаэль, да? Вот, она стоит рыночная цена 70 миллионов долларов, но в СОПе, где вы купили, у них есть так называемый ликвидейшн кост. Ликвидейшн кост по ней может быть десятка, То есть я не знаю, что в крайнем случае они смогут быстро продать и со всеми своими накрутками, со всеми своими костами все-таки свои 10 миллионов вернуть. Это значит, что вы можете повесить на нее, допустим, некий чип, который нельзя снять, с задней стороны картины, которая будет проверять, что это все время она, ее целостность и так далее. Вот, и далее, теоретически, вы можете получить 10 миллионов долларов в СОПе, при этом она останется висеть у вас на камине. Целая профессия придумывается, как снять, не снимая. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я создатель мобильного приложения, которое позволяет пить биткоин за 15 секунд с помощью кредитной карты. У меня два вопроса. Надо поговорить. Питч прямо быстро за 10 секунд. Да, у меня два вопроса. Первый, необходимо ли для, может быть, обладать этой информацией, лицензировать эту компанию для ведения деятельности на территории всего мира, за исключением США там, свои правила. То есть, по сути, у меня конкурентная программа. Мы не даем legal advice к юристам. То есть, это к юристам, да? Мы можем договориться в 10 долларов сейчас. А, хорошо, вести, это нормально. Второй вопрос. Ладно, тогда, значит, по законодательству мы с вами отдельно пообщаемся, а по проведению ICO вы проводили ICO самостоятельно своими силами либо привлекали какую-то компанию для... Мы сейчас, собственно, в процессе поплитовки ICO. Да, мы частично сами... Ну, то есть, у нас порядка там 8 миллионов, наверное, разных подрядчиков, которыми мы работаем. Ну, грубо говоря. А роли можете расписать? Да, очень интересно, потому что на данный момент... Это реально, на самом деле, очень сложный разговор, для чего-то часа на два. Ну, ну, можем, но... Тогда вы реально затеялись по ICO, я могу дать человеку в Лос-Анджелесе, который не занимается, но, единственное, не занимает деньги. То есть, вы должны что-то ему такое интересное предложить. Помимо того, что он ICO делал, то еще на миллион токенов покупает сразу. Ну, потому что у него есть определенная модель, по которой они растут. Если уж он выбрался из всех этих осил, которые он вкладывает, он на миллион сразу выкуп делает. Я дам вам этого человека но вы должны быть очень хорошо готовы к ним, потому что, иначе просто разговор вежливается. Паралям отвечает. Паралям очень интересно. Я роли, 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 роли быстро, значит, есть Legal Advice, то есть, человек, который вас инкопорирует, нужна юрисдикция. Есть другие юристы, которые создают вам терпесный кондишн для размечения этой валюты. Затем, есть специальные айтишники, которые правильно делают смарт-контракт. Это можете сделать и вы, но все равно нужно аудит, потому что вас могут взломать. Поэтому лучше это будут люди, которые, скажем так, сделают секонд-лук на то, что вы сделаете. Затем есть, собственно, ваши команды, Abluxo Outsource, которые прокачивают GitHub и вкладывают на него. Есть люди, которые пишут, помогают вам написать white paper, и есть люди, которые делают вам профессиональные лендинги на разных языках, есть люди, которые потом ведут ваш телеграм-канал и продвигают все это в прессе. В общем, там... И дальше запровождение. Здравствуйте. Вопрос по ICO. Кто был третий? Давайте очередь. Вопрос по ICO. У вас в этих участниках есть Ambisafe или Wave? Кого из них вы выбрали и почему? Нет, нет. Ambisafe это программа, это поставщики как раз софта, по смарт-контрактам. Это одни из возможных контрактеров. это правда. Мы с ними еще не определились. Они одни из. Waves это потенциально одни из наших платформ. У нас будет на Ethereum и на Waves и Саша Иванов возможно будет нашим escrow-агентом. Это еще одна роль всего. Вопрос касаемо вашего алгоритма и консенсуса Proof of Go. Как вы... Я нет. Микрофон. Да-да-да, говорите. А каким образом связку с физической средой вы контролируете, чтобы не было фрода? Ну, допустим, я там золото на блокчейн закинул не той пробы, которая нужна. То есть какие-то системы орако, да, я так понимаю? То есть кто подтверждает? Ну, это вопрос как раз, который должен решиться после осилы. То есть на поисках должна быть такая технология, а сейчас после люди дел поиск этих технологий. Помимо технологического эффекта, еще важен элемент доверия, да, почему битокс только стоит. Потому что он достаточно хорошо, он ликвиден. То есть его главная вэлия, здесь по М1 и М2М3, его ликвидность. Соответственно, у нас подразумевается, что не каждый человек сможет, там, бабушкин, Сергий и там, мадам, это Суева, да, не обязательно, что человек будет какое-то свое фамильное золото закладывать. Эта штука ориентирована, прежде всего, на битубит, на ломбарды, которые сидят на этом золоте и по закону ничего не могут с ним сделать. Соответственно, мы как раз таки не делим вот этот ликвидный, спорно-ликвидный актив. Он ликвиден, да, в случае там войны и зомби-апокалипсис и золото, оно и останется золотом. Но вот реально продать его в условиях текущей экономики невозможно. Поэтому мы придумываем вот эту финансовую, юридическую и уже технологическую инженерию для того, чтобы превратить это, казалось бы, ликвидное золото, которое по разным причинам не ликвидный, мы с ним сбрасываем все ограничения и делаем его ликвидным. Здравствуйте, Борис, меня зовут, я частный инвестор, ваш потенциальный. Видел ваше прессе, ну, сего рекламу. Если не ошибаюсь, секретизация вот как раз была в кризисе американском. Там, да, там, на самом деле, другая история. Если поднять мои сделки, у меня был чистый труссел, там все было распечатано нормальной активностью. Американцы заигрались, потому что они секретизировали, 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 секретизируемо-е. То есть там многократно вот этот воздух, которым всем продышали, его прогоняли в другую комнату, еще раз им дышали, потом прогоняли еще раз. В общем, этот саппрайт их погубил еще. Смотрите, там была изначально история с активами порочная, да, банки почему давали такой высокий рейд? Потому что предполагалось, что стоимость недвижимости будет расти. Ну, вот, голландская модель, честно, видите, а почему она будет расти? Потому что скупают хорошо. А почему это хорошо? Вот чувак в кепке с надписью там Джек Дэниелс и скажет, что у него зарплата столько и пакса будет. А давай мы его дом продадим, давай, он же строит же дома, надо же куда-то их девать. То есть эта штука была большим-большим-большим пузырем со всех сторон. Вы же смотрели, наверное, как фильм называется? Да, 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 я не знаю. Да, фильм замечательный и актеры хорошие. И, в принципе, правда рассказывают. Ну, так популяризированные, там они пытались каких-то звезд в ванной снять, чтобы они хоть как-то людям донесли, что такое секретизация. Есть немножко другая история. Да, если мы начнем продавать риск на риск на риск на риск, на риск на риск, это рано или поздно рух. Здесь все-таки underline asset, то есть актив, обеспечивающий вот этот дериватив, он всегда есть, и он осязаем. Если взять мои сделки, уж простите, что я так свое болото похваливаю, да, 10-летний данный, мои сделки были изумительны. Все прекрасно. Я бы хотел вопрос задать. Можно я как раз? Да, да. Конкретный вопрос. Я, ну, из предпринимательства. Мне интересует, вы же собираетесь с этим, с ломбардами работать? Я еду. Какое золото вы используете? Короче, вопрос. И как вы его проверяете? То есть я вот человек, который вкладывает деньги, как я буду уверен в том, что, ну, это золото реально есть, что он такого чистоты, что он, ну, как бы реально там существует? По факту сейчас это бюджет с бостом. Вот такие брусочки, покупаемые в банке. В одном банке, да, бюджет с бюджет? Ну, те, которые, собственно, меня приносили люди из ломбардов, это было вот такие цветы. То есть если есть Сбера, то, наверное, Сберовские тоже будут. То есть банковские свитки. Спасибо. Здравствуйте. Меня Максим зовут. Я хотел уточнить, а возможно ли токенизация интеллектуальной собственности? Потому что, ну, многие корпорации разрабатывают эту интеллектуальную собственность. Это длинные деньги. И возврат инвестиций это довольно-таки длительный период времени. И возможно ли это делать при помощи вашего инструмента и думать в этом направлении? Мне кажется, это патент называется. Во-первых, сексуальная собственность большая очень история. Он выбирает патенты со всеми своими ограничениями, так как юридически своего прошлого струна из прошлой жизни. Я считаю, нет. При всем уважении к интеллектуальной собственности, при том, что я ее постоянно создаю и торгую, нет. Почему? Потому что она не определена. В нашем случае, что она ликвидится, не взятая из оборотов. Завержи центра металла для президента в Бразилии, они тоже ликвидны, просто они изъяты из оборотов. Их надо достать, оборотить, расплавить, порезать, взвесить и отправить в Китай и прочее. То есть, в случае с интеллектуальной собственностью надо смотреть, что это за интеллектуальная собственность. Есть. Предположим, вы издатель. и вы обладаете правами на музыку, фильмы, книги, что угодно. В данном случае у вас есть поток кэшфлоу, который генерится более-менее постоянно. И вы этот поток кэшфлоу можете прогнозировать. Вот вы знаете, что сегодня у вас отчисления от Comedy Club будут такие, а через 40 лет их не будет. Завтра вы знаете, что вы купили там новую книгу Дарьи Донцова, и у вас отчисления будут такие, а через 50 лет они перестанут существовать. То есть вы можете прогнозировать этот кэшфлоу. И вот этот кэшфлоу вполне можно токенизировать и секретизировать, потому что у него есть ликвидная какая-то основа. И есть вот этот Требенюстрим. В случае, если интеллектуальная собственность это какие-то абстрактные изобретения, которые еще совершенно не доказаны, потому что если вы когда-либо связывались с промышленностью и железными стартапами, лабораторный образец это космически далеко от промышленного образца. Лаборатория может работать через кавитацию, вода греется, а в промышленности через какие-то количество циклов это перестает работать. И никто не может объяснить почему. То есть и да, и нет. В зависимости от типа интеллектуальной собственности, но мне кажется, это дело очень большого в будущем токенизации IB. Хороший пример, когда можно токенизировать бизнес, построенный на интеллектуальной собственности. Это правильно. Когда появляется понятный денежный поток. И, например, это бизнес... У меня есть друг, который живет в Лос-Анджелесе, и они инвестируют в сценарии известных режиссеров. То есть по факту можно покупать оптом после некого бредскрининга такие интеллектуальные права на эти сценарии и далее искать там ведьму СБ, то есть искать сценарий, который соберет там суть регионов. А еще лучше купить права на Покахонтес и засудить камеру на Зоаватар. Еще вопросы? Екатерина, старший юрист некоторых северных партнеров. Какую компанию? Некоторых северных партнеров. Ага. Считаете ли вы, что токенизацию можно делать соответственно с российским законодательством с учетом текущего правового регулирования? Ну, в какой-то мере, да. У нас, понимаете, мы занимались таким маргинальным делом немножко. То есть оно нам очень сильно нравилось, оно нас очень сильно возбуждало, но ну, мы такие были цеховики немножко, говоря, языком там 30-летней давности. Но после священного благословения на Питерском экономическом форуме, я думаю, что этим заниматься можно и нужно. В связи с тем, что, получается, любое деятельность можно токенизировать, а как же регуляторы? Есть какие-то нормальные темы? Давайте быть более предметными, да, что значит любую деятельность? Вот наш с вами разговор токенизировать сложно. Интеллектуальную деятельность получается любую деятельность? Нет, смотрите, если мы говорим юридическим языком, есть объект, результат интеллектуальной деятельности. Вот самую деятельность секьюризировать невозможно. Я оцениваю. Вот есть результат. Я, ну, по поводу сексуальной деятельности IP сказал пример, что бизнес, как Югин, мне верно поправился в Макинзи, в Сэнфорд. Вот. Бизнес секьюризировать, где есть прогнозированный поток денег, который просто размыт по дистанции, по времени, по, допустим, как они называются, клиентам, наверное, да? Ну, пусть так, тем, кто платит, да. Если он размазан, да, мы можем его собрать в одну кучку, продать тому, кому это будет каким-то образом интересно, да. А вот как-то абстрактный какой-то один объект, это просто недостаточно значимая, с точки зрения именно ликвидности актива объекта. То есть, мы все равно говорим о токенизации активов, которые так или иначе ликвидны. Никто не будет токенизировать наши эмоции от просмотра сериала или нашу прополку. Ну, вот нет, как частным инвесторам выбрать правильную компанию, как все-таки регулирование происходит на этом рынке? То есть, получается, есть регулирование? Выход токенов, да, через ОСЕО есть компания? Да. Соконодательство отдельных стран это позволяет делать. Российское пока нет. Санкт-Пуру под бралком... Ну, то есть, в России пока... Слушайте, ну, я не думаю, что нам надо как-то цепляться. Отсутствие регулирования ОСЕО в России это не гиря на ногах совершенно. Никак не мешает заниматься смарт-контрактами. Никак не... По факту, в России мы сейчас как раз по этой же технологии готовим просто секретизацию. Вот. Вопрос просто, какая биржа на конце? Любое, в принципе, законодательство большинства стран секретизацию поддерживает, если мы в рамках закона все делаем. Просто в тот момент, когда они начнут поддерживать крипту, мы сможем заменить реальную биржа секретизацию нотогена, избавиться от полкастопной юриста и от множества лечений. Да, цены... То есть, мы меняем... Мы меняем вот тот конечный актив, который уже уходит инвестору, ваше право на ценную бумагу, IOU, bond, да? Мы меняем его на токен, который лежит у вас в кошеке где-то. Так, как бы, ничего особо не меняется. Но, вот, если так блок отвечать на ваш вопрос, у меня есть представление, что вы на самом деле хотели услышать. Регулирования нет. То есть, мы так в серой зоне еще, но эта зона стремительно объявляется. Давайте, крайний вопрос, если у нас есть там в заде поднятая рука, молодой человек, полевую плетельник. Скажите про успех реализации банков. То есть, вы сейчас делаете ICO, и что уже реализовано, и что стоит? Да, конечно. Мы сделали уже две компании, которые являются компетентными продуктовами кейсами Талавы. они запондированы в одну из них ключевых на 100 тысяч долларов, а вторую коммит на 1 миллион долларов. Затем мы сделали, стали адвайзерами в плане второго блока, это Идбесбанка. Мы стали адвайзерами на крипто-размещение для голда, а также мы являемся организаторами для еще одного размещения, как я уже сказал, секретизации. Там, с секретным клиентом, секретного актива. Ну, в осенью увидите, надеюсь. И третий элемент это фоундейшн. В фоундейшне мы уже получили два адвайзера, первые там 100 биткоинов инвестиций, и сейчас у нас есть интерес частных инвесторов на полмиллиона долларов, чтобы купить полностью наш private placement, и далее мы собираемся в конце августа проводить осиум 10-15 миллионов долларов, и вступаем с фоундейшн во многие другие фоундейшн, чтобы развить международный нетворк. Это Symfony фоундейшн, Hyperledger фоундейшн, и так далее. Да, Symfony я еду в Нью-Йорк в следующей неделе, где будет ML-митинг. Я буду также общаться с директорами Сатадель, Голланд Сакс, Банков Америка и всеми, кто рулит вот этим финансовым городом. А с технической стороны что сделано? С технической стороны сделано REST API, на котором работает сделан архитектура движка, и REST API для работы с алюшенами отдельно. И сейчас мы занимаемся тем, что перекладываем этот REST API движок на Ethereum, собственно, в Ажуре. У нас грант от Ажура, и мы сейчас этим занимаемся. Спасибо. Большое. Если в конце наших всех выступлений ребята, я думаю, еще будут с нами, если не будет. Как-нибудь будет? Да, будем. Будем кормить, поэтому их можно будет окружить заботой и вопросами. Следующая часть нашего рассказа будет касаться как раз Финхеха с точки зрения лаборатории. Я хочу представить Найля Замашкина. Она расскажет про Финхехлаб. На самом деле Найля – это человек, который 10 лет занимается мобильными платежами и как раз ее электронными платежами, не только мобильными. Позвольте я бы так говорить. Аплодисменты? Спасибо. После выступления Игоря захотелось срочно инвестиции в биткоинов, да? И лучше еще Ethereum в вашу или что-то было. Нет, банкерс, банкерс. Идир падает. Договорились. Ну, собственно, Игорь у нас как раз в ассоциации есть Интехстар. Правда же? Поэтому увидимся. Здравствуйте. Рад вас видеть. Мне кажется, это неожиданно буду. Ну, ладно. Расскажите, пожалуйста, у кого есть финтех-стартап из присутствующих. Класс. Класс. Мобильное приложение, да? Биткоин с банковской карты, да. Спасибо. 5 июня мы стартовали акселератор финтех-проектов. Я вам расскажу о том, как вы к этому пришли, что сейчас мы с ним делаем. Ну, может, вы найдете себе применение в нем, потому что вот первая ссылка это наш финтех-кап, а вторая ссылка это финтех-кап, это ближайший чемпионат финтех-проектов, который я вас тоже приглашаю. Финтеху, правда, всем хочется, о нем очень много говорят. Прямо такая модная, примодная тема, финтех везде. Финтеху всех, финтех обязательно, все хотят или в нем участвовать, или иметь его в компании. абсолютно модная тема, это вам даже не полоска и не платье-халатами, это вот обязательно просто. Значит, когда только мы начали как дев, кто дали понимать, что такое как дев? Спасибо. Это Customer Development, это когда вы перед разработкой продукта изучаете, что на самом деле хочет купить пользователь. И, конечно же, есть волшебная книжка Фицпатрика про КАЗД, «Спроси маму». Обязательно прочтите, она прекрасная, она очень короткая, воспречитается. Мы, собственно, у нас получилась вот так картинка вправо, и самое важное понять, кто тот мамонт, который догоняют. Это финтех-стартапы или это банки, которые бегают за финтех-стартапами? Давайте проголосуем. Кто такой мамонт? Это все-таки банки или финтех-стартапы? Кто считает, что это банки? Классно. А кто считает, что это финтех-стартапы? А выше руки. Второй части все-таки больше, да? Ну, слава Богу. Конечно же, бегающий мамонт за финтех-стартапы. Рада, что вы думаете, что это банки бегающие за финтех-проектами? К сожалению, нет. Ну, и важно, почему банки бегут, что им страшно, что им не хватает для того, чтобы не за финтех при себя. Мы нашли прекрасную тему, что рынок ждет проектов, которыми можно пользоваться. Есть технология блокчейн, сейчас пока не так много проектов на этой технологии, хочется больше. Есть технологии еще проще, известные с давних времен, которыми, к сожалению, очень мало пользуются. Ну, вот, можно звонить с дикстопа, да, там, кто звонит, наверное, Раиша было не так удобно. Игроки рынка, сами финансовые институты, это не обязательно банки, это платежные системы, и у нас в финтех-лабе есть мастер-карты, это МФО различные, все кто угодно. Они хотят не просто рассказывать о финтехе, не просто спорить в полуарах, они хотят им пользоваться. Что мы сделали? Мы собрали финтех-лаб, шесть участников, у нас пять банков и мастер-карты, которые сначала сформулировали, какие бизнес-задачи они хотят решать с помощью финтех-проектов. И нет, мы не нанимаем. Мне еще очень понравилась в предыдущем выступлении прекрасная фраза «Нанимаем предпринимателей». Нет, нанятый предприниматель уже, к сожалению, не предприниматель, он уже нанятый. Так вот, банки их не нанимают, мы соединяем их на одной площадке, чтобы они первое, просто начали разговаривать, второе, начали договариваться о том, чтобы совместный проект был взаимовыгодный. Мы сами все знаем, что выгодим проекты живут дольше всего. Ну и в общем приносят удовольствие и выгодность. Мы сделали воронку проектов, шорт-лиф вошли около 30 проектов. мы всех увидели лично в Москве. Да, были региональные проекты, их было не так много, но они были прекрасны. И 10 команд, связки с метровыми трекерами, готовят пилоты с 5 июня в Москве до 5 сентября. Когда мы увидели финтех-проекты чуть-чуть поближе, они были похожи на картинку. Очень сложная логистика внутри. Пока проекты не внедряют что-то в живой бизнес, который умеет зарабатывать деньги. Может быть, он делает это не так, как вам нравится и не так просто, как вам хотелось бы. Ну, банки умеют зарабатывать денег, это будет не снять-нять. Поэтому логистика должна быть очень простой, чтобы банк смог понять, зачем ему это, и смог интегрировать это. Не обязательно банк, да, я под банком принимаю любую финансовую компанию. Вам нужно вычислять? Это картинки прекрасного любви сарапки в инстаграме. Что мы сделали? Мы сделали межбанковский аксессионную программу. Банки общаются на одной территории, менторы приезжают прямо к нам на площадку и работают с самими проектами. Плюс они имеют возможность обсудить, что у них болит друг с другом. Это в общем тоже беспрецедентная ситуация на российском рынке. банки не очень любят открываться друг к другу и кажется, что они жесточайшие конкуренты. Возможности для банков, возможности для тех проектов. У каждого конечно же всегда есть возможность. Давайте дальше про формат расскажу. Вот это наши участники 5 банков на СТРК, проекты, которые мы выбрали. Сможете посмотреть на сайте, возможно, на этом не стоит долго останавливаться. Это уже фотографии из нашего акселератора. У нас экспериментальная конструкция. Мы любим ходить циклы и пользуем их в работе. Кто представляет, что такое ходить циклы? Уфи. это когда вы сначала формулируете гипотезу, потом ее проверяете, потом анализируете полученные данные, а потом четвертым циклом анализируете, к чему привели эти данные и формулируете новые гипотезы. И так по кругу. В таких акселераторах, как ФРИ, например, ходить циклы нужно проходить в неделю. Если вы умеете проходить несколько ходить циклов в неделю, это просто один в неделю. Значит, наша экспериментальная конструкция выглядит следующим образом. У нас есть команда, у нее есть ментор, который является сотрудником банка или мастер-карда, но у нас есть трекер, который помогает команде всегда расти. Может быть, надо чинить бизнес-процессы, может быть, надо чинить голову фаундера, все, что угодно. Трекер будет разбираться, что не работает, что неэффективно. Нет, он не лезет в бизнес, он не входит в компанию, он не может диктовать фаундеру, что делать, но он умеет задавать ему правильные вопросы, помогать выходить из кризиса, в которых, конечно, команда впадает, потому что есть сверху ментор, который очень хочет пилотный проект и хочет по своим правилам. Есть команда, которая хочет соблюсти свои интересы и заработать денег. Ну и трекер тут скорее такой, воспитательный наставок. Что очень важно в программе, картинка не зажечь команду, а скорее поджечь команду, ничего, наверное, это не работает. Зажечь команду означает, что в банке один сотрудник никогда не сделает с вами проект. Я думаю, что если кто-то работал с банком, это прекрасно понимает. В банке важно найти такого человека, коммуникатора, который сможет помочь вам пройти в глубину этой команды. Понять, кто практически в каждом департаменте сможет вам помочь. В юридическом департаменте это должен быть юрист, который либо неравнодушен к вашему проекту, либо закреплен за вашим проектом, и вы умеете мотивировать его работать. Не знаю, в каком-нибудь отделе СРМ это тоже должен быть сотрудник, с которым вы можете обсудить, что на самом деле происходит, что на самом деле не работает, почему проект стоит или почему происходит то или иное, что идет не по плану возможно. У нас в программе тоже есть часть работы с банком, нам важно, чтобы пилот запустился в течение 12 недель. Вы все прекрасно понимаете, что в масштабах банка это просто мизерный срок, и, конечно же, мы не лезем в контур банка, а запускаем пилота рядом с банком, чтобы не проходить вот эти круги ады по безопасности и, в общем, допущению в контур банка, но зато увидеть результат пилота. Важнее пилот. Наши форматы работы, лекции, мастер-классы, пьенди-сессии, это когда проекты задают свои вопросы, банкиры отвечают на них. Менторский день каждую неделю, гостевые дни в банках, чтобы вкусить их атмосферку. Ну, потому что пока вы не побывали в гостях, в офисе вашего партнера, вообще некоторые вещи непонятны. Моя личная рекомендация обязательно напрашивайтесь в гости и смотрите, как там люди работают, с какими лицами они работают, как устроены их рабочие места, как устроен их рабочий день, во сколько они приходят, во сколько они уходят, как они обедают. Это принесет вам много знаний о партнере, о его бизнес-процессах и как с ним работать. Демо-дни, финальные демо-дни, мы каждые 4 недели будем выстрелять прогресс, но это очень важно. Ну и да, мы так акселератор стартап, чистейший воды стартап. И банки, которые вошли с нами в программу, разделили с нами эти риски и готовы выслушивать наши гипотезы и проверять их от недели и от недели. Ну, если вы хотите поговорить о финтехе, всегда пожалуйста. Просто поднимайте руки, если у вас есть вопросы. Мне как раз про периметр, да, я сейчас прохожу проверку хужбы безопасности в одном из проектов. Здравствуйте, Министер Алисандр. Здравствуйте. Ну, вы в курсе, что я, в принципе, создал. Как вы можете мне помочь, чем я могу вам помочь? Как мы можем точку с припосновением найти интерес к друг другу? Какая хорошая у вас позиция, чем вы мне можете помочь? Чем я вам могу помочь? Да, потому что смотрите, ну, этот набор уже создан, но он уже работает. Во-первых, я вас приглашаю на наш чемпионат. Финтех-кап.ру. Во-вторых, ну, давайте поймем, а что вам было бы интересно? Конечно же, закончить в этот акселератор мы запустим много. Это будет про финтех или про иншуртех? Как финтех никогда не идти. Хотите ли вы поучаствовать в новое акселерационной программе? Да, приходите. Нет? Расскажите, почему? Это тоже очень интересно. То есть, в принципе, я ознакомился с вашим сайтом, посмотрю, что вы предлагаете, и, исходя из этого, можем уже какие-то точки соприкосновения найти. Потому что я, на самом деле, фри акселератор тоже насматривал, но в тот момент времени, когда я хотел в нем участвовать, у меня еще не было опыта образца. Фри акселератор чего? Фри? Ну да, но так получилось, что я... Ну, по-моему, только в фрии. Да, мы команду в общем, сами создали, сами проинвестировали, все сами сделали, но сейчас хочется масштабироваться, потому что, если интересно, 30 стран, ведь они не только в России работают, но и, соответственно, юридическая поддержка нужна в этих всяких новых моментах, то есть, можно поработать с ними. Супер, да, конечно. Важно, чтобы у команды был уже сформированный запрос. Когда команда приходит и говорит, что мы не знаем, что, что хуже. После наших сессий выступлений у нас будет возможность как раз продолжить живое общение с экспертом. В Q&A сессию. В Q&A сессию. Да, если у вас что-то вопрос. Вопросы, если есть, пожалуйста, поднимайте руку. Здесь человек. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий, я хотел бы спросить, а вот условия участия финтех-команды, для стартапов, имею в виду, ваши выгоды здесь где и кто, что, кому и зачем отдают и платят в данном случае. Финтех, такой финтех. Спасибо большое за вопрос. Эту акселерационную программу оплачивают банки. Каждому участнику акселератора эта программа стоит 2,5 миллиона. Для финтех-команд участие сейчас не стоит практически ничего. Есть чисто юридически налоговый нюанс, регистрационный взнос 6 тысяч рублей все 3 месяца. Вот. Обучаем мы без денег. У нас есть для этого оно, которое может заниматься образовательной деятельностью. И меня вторым в этот момент не платят, скорее всего. Финтех-проект, что это дает нам. сейчас мы не забираем ничего у проекта, ни доли в проекте. Безусловно, у нас будет success fee, если они не говорят, за сделки, но нет, в долю в компанию мы не входим. Мы пока думаем об этом, но на данном этапе нет. Ланнистер и платят. Здравствуйте, Александр зовут. Такой вопрос. Если у вас основные ваши, то вам сделают, так сказать, это банки, то вам вернемся к вопросу правового регулирования. Все светлые идеи финтехи, которые у нас есть, они не очень вписываются в российское регулирование законодательства. Я бы найду, ну вот хотел спросить, вы закрываете, но они закрывают на эти вещи, на эти вещи глаза, то есть то, что это в лучшем случае можно провернуть в Сингапуре. Или лучше, ну, эти темы в целом вам не интересны. Ну, смотрите, если мы... Я прям даже растерялась. Вы знаете, вы как в ресторан высокая кухня, да, что если у нас меню есть такие блюда, даже... Давайте я уточню сразу, я уточню сразу, из простого даже, то, что предыдущее обсуждалось, это, допустим, токенизация, возьмем сейчас очень быстро растущий бизнес там, в Штатах, где легализованы марихуаны. Вот мы токенизируем ферму к выращиванию гипотетически легализованной марихуаны. Холостная вещь, кстати. Чистый гипотетический. Вопрос, да. Готов ли ВТБ-24 абсолютно банку платить за это? Нет. То есть только то, что в российском укладывается, это почти очень мало чего. Окей, я понял ответ. я начала свою презентацию с того, что банки хотят те проекты, которые закроют их необходимость. Даже если банки хотят участвовать в фермах марихуаны, они это точно не расскажут нам. у нас есть совершенно прикладные проекты с одной стороны, с другой стороны, ну там, например, какой-нибудь психографический портрет клиента по голосу. Они определяют эмоции, они определяют его как это, темперамент, тип темперамента и предлагают ставку в зависимости от того, что они не определили. Вполне себе прикладной проект. Давайте крайний вопрос. Скажите, как вы потом делитесь с банками, ну то есть там есть право первой ночи или как или что, как он происходит, вы получили какой-то супер-супер интересный продукт, дальше как он делится между всеми? Хороший вопрос. Я причем удивилась, что именно пуфы как-то отреагировали очень ярко. горизонтальное положение где-то важное для них. Смотрите, мы сейчас не влезаем в сделку банка и проекта. И в наших интересах, чтобы банк, даже если он очень большой и красивый, ни в коем случае не поднял от себя проект и не сделал условия как-то отягощающие проект билета, не доставляющие ему нужной прибыли. у нас есть соглашение обязательства проекта до 5 сентября не исключать никаких соглашений. Не брать инвестиции и не договариваться ни с одним из участников, потому что весь все программу все банки могут работать хоть и не стартапом. Очередь спринцев возле спальни и никакого преимущества. Абсолютно и офер и офер и офер и офер и офер офер и офер и самая демократичная модель, которая на рынке с точки зрения выращивания гипотетического Главное будет выгодно сделать очень интересное предложение. Я вижу поднятую руку так. Давайте последний, только не про ночь, пожалуйста. Здравствуйте, тут тоже догонки по поводу тематики применения блокчейна. Я понимаю, вы банк, но я знаю, что в вашем банке есть еще отдельное направление регистрация акционерных обществ. Это регистратор акционерных обществ. Регистратор акционерных обществ. А вы сейчас как вы банк говорите? ВТБ. Ага. Не-не, я вообще акселератор финтехлаборатор. Я просто поздно пришел, но было ключевое слово. Но вот вопрос. Если это выходит за пределы применения в банковской сфере, речь идет о дау-проектах. То есть это приемлемо, если это будет понятно. Мы просто следующий раз обнимаем вопрос. Окей. Спасибо большое, Ниля. Давайте поаплодируем. Пожалуйста, подходите после обращения всех докладов. Если у вас есть проект, если у вас есть непотетическая как раз идея в формате «Хочу что-то предложить», то Ниля с радостью с вами продолжит общение. Я хочу передать слово Юлии Плавника. Она расскажет про проект гиптономика, который у нас уже на слайде. Просто огромное время. Аплодисменты. Аплодисменты. блокчейн-площадки. Я думаю, что есть присутствующие, которые находят наше мероприятие. Вот они здесь. Мы на еженедельной основе проводим мероприятия, связанные с блокчейном, блокчейн-банковской сфере, блокчейн-юридической и так далее и тому подобное. Я начну с проекта криптономика. Что это за проект? Если коротко и в двух словах описать, потому что о нем можно говорить достаточно долго, это проект по созданию единой базы, в которой вы можете спокойно, без рисков заключать электронные сделки. База с верифицированными пользователями, с верифицированными публичными включая электронной справой подписи, которая также предоставляет услуги онлайн для рассмотрения споров. То есть вторая часть этой системы это арбитражный суд, вернее, арбитражный третейский суд, который полностью функционирует онлайн. Вы можете получать документы, направлять туда документы, подавать иски, ходатайство исключительно онлайн и рассмотрение споров происходит в режиме видеоконференц-связи, то есть например, по скайпу, воперен и так далее. Соответственно, конечно, нужно сказать, что мы не первые, кто взяли на себя ответственность решить вопрос вообще проблем идентификации пользователей и верификации публичных ключей, но мы первые, кто придумали все это скомбинировать с нашим онлайн-арбитражом и с определенными подходами к верификации публичных ключей. Собственно, какую проблему мы решаем? Мы решаем проблему того, что в связи с тем, что сейчас происходит глобализация, что люди все больше живут в интернете, всем хочется совершать сделки исключительно онлайн, не выезжая к контрагенту, не заморачиваясь пересылкой оригинала документов, но при этом для того, чтобы совершать такие транзакции, чтобы они были юридически обязывающими, исполнимыми, вам нужна какая-то надежная экосистема, в которой вы не будете сомневаться, что, например, ваш контрагент, который подписывает транзакцию своим публичным ключом, вас не обманывая, это действительно его публичный ключ. Так, в двух словах о проекте. Почему я говорю еще о проекте? Мы, так же, как и наши предыдущие, ну, предыдущие выступающие по банке, собираемся на ICO в этом году, собираемся летом и будем его проводить на базе Этериума, не в российской юрисдикции, сразу говорю. Так, таймлайн развития проекта. Вот, как я уже сказала, мы запустили наш проект два года назад, в 2017 году выиграли второе место в Тали-Авивском Харкатоне, который проводил Итл на базе Тали-Авив Stock Exchange, а первое место заняла компания Bankor Protocol, которая на этой неделе собрала 150 миллионов долларов. Вот, и мы считаем, что раз уж мы второе место, минимум 75 миллионов долларов мы должны привлечь на ИСО. Это шутка. Наши продукты и услуги. Собственно, наша основная услуга это верификация публичных ключей пользователей. Причем, как мы работаем? Мы сходим с того, что вы сами должны сгенерировать свое ЦП с помощью специальных приложений, например, OpenBGP, так, чтобы вы являлись исключительно владельцем вашего праведки. Соответственно, ваш публичный ключ вы выгружаете и проходите верификацию через нашу систему. То есть, записываете видео, проходит видеоидентификация, показываете свой публичный ключ, говорите, что вы его владелец, диктовываете определенный текст, дальше направляете кучу документов по запросу нам, и наш compliance officer вас идентифицирует. Соответственно, для вашего контрагента, который также подключен к нашей системе, он может всегда проверить вас под своего контрагента, он может залезть, указать в систему, указать ваше фио и проверить действительно ли тот публичный ключ, который вы ему предоставили, принадлежит вам. Вы также можете заверить принадлежность публичного ключа у нотариуса, который аккредитован при нашей системе. У нас таких нотариусов в несколько из Толявили, в несколько в Нью-Йорке и один в России. Мы планируем масштабировать проект All of the world, как говорится, для нотариусов. Вторая функция, которая всем интересна, моя самая любимая, это онлайн арбитраж. Собственно, наш третейский суд, это такой же третейский суд, как лондонский, как стокгольмский, только он не такой дорогой, и рассматривали все споры онлайн. Также еще из дополнительных функций сервиса криптономика, системы криптономика, это регистрация компании, чей уставный капитал у нас состоит из стокенов. Я честно скажу, у нас пока что одна, она единственная в мире компания, которая зарегистрирована в уставе, в которой написано, что уставный капитал состоит из токенов, размещенных на таком-то смарт-контракте, мы планируем это масштабировано. И также сейчас разработки услуга верификации счетов Ethereum, наверное, это достаточно важно, поскольку в будущем многие держатели эфира или Ethereum на своих счетах планируют рассчитываться не только как-то между собой, но и официально. И отсюда возникает вопрос, как пользователь держатель счета Ethereum может быть верифицирован. Мы привязываем счет к его публичному ключу, который верифицирован у нас в системе криптономика. Я не буду тут пошагово рассказывать, как происходит верификация. Соответственно, вот наш арбитраж, регистрация компании, верификация счетов. В целом, наверное, достаточно быстро и коротко рассказала о том, что мы из себя представляем. Сейчас мы находимся на стаде подготовки к ICO. Пока что нашим основным партнерам будет выступать CoinFund, которые делали структурирование ICO компании Aragon. Они тоже недавно провели свое ICO, но весьма успешно собрали около 50 миллионов долларов. У нас есть четкий roadmap, на что мы собираем потратить деньги. Мы не собираемся как Benchor собирать сумму из матча способов. Нам не нужно 150 миллионов, нам нужно всего лишь 20 для того, чтобы полностью запустить компанию. Наверное, самое важное сказать, что наш проект это проект не из FinTech, он из LegalTech в большей степени. LegalTech это весьма не развитый сегмент, хотя общий объем рынка юридических услуг по исследованию Deloitte составляет около 800 миллиардов долларов, где-то 1% из всего этого рынка сейчас занимает LegalTech, поэтому у нас еще большой потенциал для роста. У нас есть конкуренты DocuSign, тот же Aracon, хотя Aracon не совсем наш конкурент, они тоже производят верификацию, но у них нет онлайн-суда, где они планируют. Keybase. DocuSign наверное многие из вас знают, DocuSign используют как систему для заключения транзакций, но при ближайшем рассмотрении подпись, которая вам генерирует система, она ничего не имеет общего с криптографией и мы проводили такой забавный тест, кто-то из нашей команды с левого ящика направлял другим членам команды письмо подписанное Дональдом Трампу и если происходит такая рассылка документов на какую-то определенную группу вам DocuSign может выдать такую странную ситуацию. Мы не так не разбрались, как так получилось. Он показывает вам Дональд Трамп отправил какое-то письмо и его подписал еще ваш друг Васю Пупкин. Я звоню Васю и говорю подписывал этот документ или нет. Он говорит нет. Насколько надежен DocuSign? Я не хочу мочить здесь конкурентов, но сами виноваты. По монетизации наверное здесь не совсем будет интересно потому что передай все больше информации. Ну вот собственно наша основная команда она у нас в разных странах находится. Основатель компании Виктор Агеев это уникальный человек, который юрист-программист он имеет и смарт-контракты и более 20 лет 15 лет опыта судейской работы. Максим Барышников это юрист Украины. Я у меня есть юридический бэкграунд работала в компании адвокатском бюро ИПАМ. Потом года 3 до 4 последних являюсь стартапером так можно сказать project manager Константин Плавник отвечает за финансы. Есть еще у нас сети аккредитованных нотариусов как я уже сказала в Толиавиве Нью-Йорке и России мы также собираемся создать marketplace для арбитров для наших предельских государств. Спасибо за внимание. А вот кстати здесь еще ссылки на наш сайт чат потому что я возможно не на все технические вопросы смогу отметить. Телеграм Вопрос такой у вас была верификация ключей есть ли какой-то проект по интеграции с госуслугами передачи этих данных для верификации как раз как таковой замены последующих электронных подписей? Вот смотрите банки госуслуги мы пока их не рассматриваем это как раз для пер-то-перс дела потому что у них свои требования внутренние для идентификации я думаю что мы их не заменим и они все равно будут дополнительно какие-то свои требования по идентификации Может быть но это у нас не вопрос первой степени сейчас Регалтет никому не интересен Азуля Скажите пожалуйста арбитраж он в какой юрисдикции происходит вот все-таки должны быть какие-то правила быть для арбитра Правила есть однозначно Вот в какой юрисдикции Мозамбикской Нью-Йоркской Нет Зачем вы нас прибежаете В английской У нас лондонский арбитраж Компания зарегистрирована в Лондоне Место проведения арбитража рассмотрения споров лондон мы действуем по регламенту который основан на модельном регламенте Добрый вечер Меня зовут Аркадий Спасибо вам презентацию У меня два вопроса Первое продолжение вы же сами понимаете что самое главное это не столько рассмотреть спор а нудительно исполнить решение вопрос как проблему будете решать и второй связан с идентификацией знаете или не знаете такой проект Digital Identity который сейчас Ростелеком делает по сути делает то же самое давайте пересматриваться конкретно потому что сейчас полно проекты связаны с идентификацией но тут немножко большая разница потому что это такая почти государственная вообще государственная история в России ну мы нет государственной значит мы уже не то же самое и не в России по-моему глобально это я вам сразу ответил на второй вопрос а по поводу первого мы не только планируем исполнять эти решения у нас уже есть несколько решений которые были приняты арбитражом исполнены на территориях Украины Прибалтики и два как раз на Украине и два Прибалтики почему они обязательны к исполнению поскольку мы обычный третейский суд наше решение обязательны к исполнению на территории тех стран которые являются участницами конвенции ООН 58-го года в исполнении решений третейских судов вот и если мне память не изменяет участниц там более 150 собственно наши решения исполняются именно на территории этих стран суд не пересматривает можно погромче через микрофон вопрос я не слышу вопрос или погромче микрофон скажите пожалуйста как вы ну вообще вы можете как-то гарантировать непредвзятость судей что они не активны сразу скажу нет подождите непредвзятость судей в нашем арбитраже вот вы можете сформировать смотрите стороны договариваются об использовании арбитража они включат арбитражную оговорку в их контракт тем самым они исключают государственные суды какие-либо другие суды для рассмотрения спора соответственно также они праве определить как будет формироваться состав арбитров будут ли арбитра или один как они будут назначать есть какие-то правила которые действуют по дефолту если стороны это не предусмотрели эти правила указаны в регламенте нашего арбитража судья не анонимный чтобы допустим одна из сторон не могла закинуть достойно в судье и он принял решение стороны сами выбирают потенциального арбитра которому они доверяют анонимный судья это хорошо скажите пожалуйста а кто ваш клиент вообще портрет клиента у нас очень многообразный портрет клиента ну вот три основных если есть три если нет то один например компаний которые занимаются поставками вот это там логистические компании просто пирт и пирт у нас в принципе нет никаких ограничений наверное я не совсем понимаю пока что на текущий момент как мы будем интегрировать с госуслугами да уже был задан вопрос в принципе это любые компании или любые физические пицы которые заключают международные сделки через биткоин через что угодно и кстати хорошо что в центре арбитража собственно криптономики там никого не напугает такое слово как биткоин мы хотели знаете какой кейс отработать заключить международный сделок покупки недвижимости с биткоина потом требовать признания правдой спасибо большое Юля у нас просто мы ограничены во времени для того чтобы успеть еще вас накормить на поючаем и дать возможность общаться я хочу передать слово Руслану Брагимову который расскажет про Котвин всем привет я Руслан Брагимов уже стал и буду рассказывать про Котвин на самом деле это первый вопрос чтобы понять немножко аудитория так понял тут много бизнес-людей и были разработчики разработчики сколько вас поднимите половина актуал мобильный разработчик скажем актуал под андроид пишет на Котвин никого отлично я вам продавлю на самом деле это не интердакшн потому что я не хочу рассказывать как им пользоваться как вы будете настраивать свой проект я расскажу как продать менеджерам себе это на самом деле не продукт продукт это для идеи для интеллиг для компании JetBrains для нас это какой-то инструмент который мы можем пользоваться ну я там пишу на Котвин уже с 2015 года когда я еще не зарелизировался то есть с самого начала подхватил как-то пошло писал там кредитные системы интерфейсы для банков и вот мы даже использовали Котвин с первой версии как бы гэнд для бэба вообще на что я хочу ответить на такие вопросы сегодня это то вообще зачем нам еще один язык это язык программированный для GVM и других платформ чего уже Котвин добился и что важно дальше и как начать на него писать зачем нам еще один язык программирования ну все уходит в 2011 год когда в компании JetBrains загонсировали что они пишут Котвин потом в 2012 они открыли сходный код и вот в феврале 2016 Котвин стал 1.0 и недавно стал 1.1 это лицо разработчика Java или Scala который говорит а зачем нам еще один язык а это лицо разработчика Котвин который говорит ну понятно же очевидно да почему потому что Котвин краткий Котвин безопасный совместимый у нее отличная поддержка это 4 таких пункта которые изначально закладывались в язык и ну и сейчас я покажу как бы что на самом деле альтернативы Котвин сейчас нету и это действительно хороший инструмент что мы сделаем под краткий то есть кто пишет на Java все знают что Java многословная там очень много были уплэйтов да то есть Java есть но есть же как бы Scala Groovy они же ну краткие все хорошо но есть проблема они слишком они бывают слишком краткие то есть Scala можно написать такой код который потом будет плохо читаться тут из тридов надо как бы ограничивать либо разработчиков либо сделать на уровне это на уровне языка в принципе код они так и сделали там есть проверка с операторами операторы ограничены количество операторов которые можно заработить и соответственно фантазия разработчика не уйдет и он не напишет спешит оператор он безопасный это хорошо для бизнеса это хорошо для продукта потому что на нем нельзя совершать многие ошибки которые можно делать в Java и в Java то есть в Java у нас есть ну и поинтеры которые очень сильно доставляют и как бы Groovy если мы будем срагивать то он динамический язык в первую очередь и соответственно динамический язык нам мешает писать код который будет работать он еще совместимый то есть это основная фишка Котлина то что когда мы пишем на Котлине мы можем легко вызывать код из Java и наоборот если мы посмотрим на Scala и на Groovy они также легко могут вызывать Java код но когда речь идет о том чтобы из Java вызвать код Groovy или Scala то возникают такие разные интересные вещи мы написали код пытаемся использовать и получается какая-то ерунда Котлине это не так это как бы основной сайлент-поинт то что если у вас есть Java проект вы можете легко Котлин свой проект вбить вам не надо переписывать для чего вы просто начинаете писать новые методы класса на Котлине и можете использовать Котлин из Java и Java из Котлина то есть это очень классная штука что еще лучше это то что Котлин отлично поддержит VDE конечно поддержка еще не такая как у Java но по сравнению с тем что сделали для Groovy для Scala за десятки лет это совсем не сравнимо то есть Groovy есть проблема динамический и тяжело писать AD для юнического языка в Scala есть проблема есть macros и в принципе язык тяжелый т.е. его чтобы поддержать команда JetBrains пишет отдельные плагины под отдельные macros которые стандартные в каких-то библиотеках есть поддержка Scala намного сложнее чем поддержка Котлина чего же Котлина добился в первую очередь многие компании уже его используют известные как Google как Amazon менее известные остальные т.е. они используются в реальности в проектах тут конечно большинство это Android но тем не менее если мы говорили по Android Google недавно на Google.io в мае анонсировал что теперь Котлин это официальный язык для Android это значит что теперь если вы приходите и делаете какой-то проект Android есть большой шанс что там уже будет Котлин потому что Google официально поддерживает его он появится в новой студии Android студии 3.0 и в общем-то я думаю это будет язык будущего для Android и все меньше и меньше будет брать с названием какие еще есть успехи есть такой индекс рейтинг языков и видно как Котлин стремительно по нем поднимается ну как бы это особо ничего не говорит но как бы приятно есть второй индекс языков он смотрит на популярность языка на таких ресурсах как гитхаб и степеру флоу и Котлин тоже тут хорошо растет по их данным это самый быстростучий язык на текущий момент то есть за полтора года сообществования он поднялся на 46-ю строку и никогда такого еще не было есть такой фреймворк спринт фреймворк который использует Java разработчики для писания бэкендов и в следующей версии которая появится буквально с рейсом Java 9 это в сентябре этого года они заанонсировали официальную поддержку Котлин то есть если вы будете писать на спринт фреймворк у вас будет официальная поддержка это отлично и уже сейчас если посмотреть на графики новых проектов на спринт то видно что Котлин уже обогнал груди ну последняя Java конечно там еще проценты но как бы рост есть и это не может не радовать еще где используют сейчас Котлин это Gradle скрипты большая боль у всех разработчиков писать скрипты я обычно делаю так иду на скриптую флоу делаю копии делаю паст и пытаюсь запустить а потом фикс потому что у меня не работает IDE у меня не работает IT-лисенс сейчас я начал использовать Gradle Котлин скрип и с ним все отлично с ним все работает ну такие как бы кажутся незначительные но на самом деле для языков это феноменально и это достигнуто благодаря тому что по оценке в Котлин вложили уже 15 миллионов долларов в компании JetBrains и на текущий момент над ним работает 40 человек в общем-то если посмотреть то есть ки-ки-ки да а инструмент нужен для чего для того чтобы делать какие-то продукты соответственно есть продукт достаточно интересный корно я думаю вы как бы финцет вы сами пойдете почитайте если вы вдруг не знали что интересно то что они взяли Котлин и как бы они в своем локпосте который справа внизу виден ссылочка описали какие они получили преимущества то же самое о чем я говорю что они использовали Java то есть они получили Java копий проект они говорят что отличная документация отличная поддержка ну и самое главное для разработчиков то что им это нравится если вам нравится работа вы будете лучше делать продукт это текущая стейн что же нас ждет в будущем сейчас есть корутины это инструменты написания сихронных приложений где-то применяют для высотруженных серверов для быстрого удобного написания вивай то есть это андроид либо веб то есть у нас есть отличные инструменты для этого есть Kotlin.js вы можете писать веб на Kotlin то есть вы можете писать GVM Android и Web что тоже очень хорошо на одном языке сейчас находится в техническом предвии Kotlin.native это ихняя технология чтобы не запускать Kotlin.co поверх GVM а запускать поверх прям железки то есть это вот в этом примере это реальное приложение для IOS которое написано на Kotlin.native то есть если посмотреть на основные существующие платформы то уже покрыто джава покрыто веб покрыто андроид а вот это все будет покрыто когда выйдет Kotlin.native скорее всего это будет с релизом 1.2 то есть следующим релизом но это все не так интересно потому что у нас есть разные платформы давайте пошарим код и Kotlin предлагает решение то есть вы можете написать для тех уже сейчас и пошарить ее но это такой простой случай а интересный случай когда вы напишете какой-то общий интерфейс и будете потом писать конферентированную реализацию под каждую платформу под jess под native под jvm и вот это тоже work in promise соответственно в скором будущем в скором будущем Kotlin станет заменой React.native Vax San Marino Cardoble он будет более нативный более быстрый вот и соответственно если вас это занесевало для разработчиков вы можете пойти почитать документацию есть две книжки Kotlin National это общая книжка есть Kotlin для Android книжечка есть такой репозиторий с примерами которые надо решать называть Kotlin Kaan есть курс на степике который представляет все Kotlin Kaan просто засунуты в браузер есть курс на utemy есть два курса от хадихаи которые работают в JPRS на Varelli и есть вот эти все ссылочки на Kotlin Kaan если вам это интересно в общем как я научу как я учился на самом деле Kotlin всего этого то еще не было но была вот такая классная фишка мы открываем наш интиметр разработки у нас есть java класс я нажимаю комбинацию planish и он логическим образом превращается в Kotlin класс то есть видно насколько Kotlin более краткий чем java тут используется просто класс пропорциями и можно любой класс абсолютно таким образом сконвертировать в Kotlin и начать попытаться писать код то есть вам даже не надо читать документацию вы берете в Java класс конвертируете смотрите что получились учитесь конечно это не дематичный будет Kotlin но вполне для начала хорошо собственно какие у меня хочу сделать выводы всего что я сказал потому что Kotlin это один язык который хочет займить все текущие языки для вот этого стека нашего jvm android gs native то есть это ios android web и backend его легко учить потому что он очень простой для Java разработчика его легко интервью продается проект потому что есть мастер с другой стороны ну и соответственно обладаясь этим качествами которые я рассказывал четыре качества и пока у него альтернатив нет на этом все слайды доступны по ссылке давайте ваши вопросы пожалуйста примите руки у меня вопрос если Kotlin и Java они другом как бы можно писать одновременно и Kotlin наобезопасны то код написан и по-прежнему получается наобезопасны он не совсем наобезопасны то есть если мы пишем полностью накопление кодовая база там 100% наобезопасны когда мы используем Java то у нас появляется специальный тип который может быть и наобезопасны ну то есть не специальный тип платформенный тип так называемый технически и детально неважно по итогу мы теряем безопасность но Kotlin там нам подстрели добавить специальные ассерты чтобы если нам все-таки пришел наобезопасны там где мы не ожидали null чтобы упал exception как можно раньше и ты как как можно раньше заметишь вот эту проблему у тебя происходит то есть ты сам помещаешь правильно с Java что тебе приходит null-riminal если ты ошибся то Kotlin просто сделает ассерт и ты узнаешь об этом еще намного раньше чем это могло потом случиться где-то в продаж чем то есть это этапе компиляции нет это добавляется ну да на этапе компиляции в исходный в байт-код добавляется специальный ассерт на null там где ты с Java кодом интегрируешься поднимайте пожалуйста руки если у вас есть вопросы для Руслана если вопросов нет то давайте тогда поаплодируем спасибо большое Руслан у нас прошла часть которая в режиме моно теперь собственно ваша ваш шанс ваша возможность общаться взаимодействовать и единственное две минуты еще попрошу ваше внимание во-первых у нас собственно тот обещанный фуршет который ждет нас за спиной и у нас будет хакатон анжелхэк который пройдет при поддержке спертехо 1-2 июля если вам это интересно пожалуйста подойдите ко мне подойдите к Сергею подойдите выясните потому что в принципе это как раз возможность расти свои идеи реализации и даже если у вас нет картин золота или неликвидных активов о которых говорил Виталий и Игорь вы можете реализовать что-то и что-нибудь ненужное продать мы сегодня поговорили про технологии которые живы здоровы и они уже сейчас живут действуют я очень благодарен вам за ваше участие за ваше время дальше приглашаю вас на пушет который вы можете найти буквально за этой стенкой спасибо приходите еще и заходите на сайт explore.ru комьюнити разработчиков которые всегда у вас в телефоне спасибо